Уже третий день брещане продолжают активно выражать свою гражданскую позицию, приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата. Сегодня участок номер один, расположенный в здании музыкального колледжа имени Ширмы, посетили спортсмены хоккейного клуба «Брест». Большинство ребят из других городов нашей страны и имеют временную регистрацию. Но, несмотря на обстоятельства и плотный график тренировок, приняли участие в досрочном голосовании. Плотный график тренировки. Завтра начинается кубок с Олея. Я за честный выбор. Я хочу, чтобы всем людям было хорошо. Ну и все, у меня свои соображения какие-то. Я вот голосую. У нас завтра календарная игра и через день мы выезжаем на очередную игру в Гомель. Поэтому у нас нет возможности, в связи с плотным графиком и тренировки, и игр, но нет в воскресенье возможности прийти, отправить людей, иногородних, к месту проживания. Поэтому мы решили, ребята попросили, чтобы найти возможность проголосовать здесь, в городе. Вместе с брестскими хоккеистами участие в досрочном голосовании принял помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Все идет в штатном режиме. Очень приятно осознавать, что наши брещания с удовольствием приходят на избирательный участок, отдают свои голоса в том числе и досрочно, поскольку в силу специфики не у каждого получится прийти в 9-го на избирательный участок. И я уверен, что наши брещания абсолютно верно и правильно сделают свой выбор, исполняют свой гражданский долг в пользу дальнейшего развития нашей страны, нашего государства. Для того, чтобы люди пожилые были окружены заботой, чтобы подрастающее поколение имело возможность развивать свои таланты, чтобы наши люди были обеспечены работой и достойной заработной платой.